Привет, друзья! Сегодня у нас постоянная рубрика Кто чего нашел и за сколько это было продано Очень полезная информация в том плане, что такие вещи и находки могут быть у вас Да, информация взята с интернет-аукциона Виолити, ссылочка под видео И первый лот у нас вот такие вот 3 копеечки ранних советов 1946 года Понимаю, многие люди скажут, и разве это раритет? Я такое находил? Да и я такую монетку находил, друзья, такую, да не такую У нас штамп 1.11, что это значит? А это штамп 1947 года Чтобы было понятнее, это штамп N по Федорину Материал монеты, как обычно, алюминиевая бронза Есть маленькие потертости и все такое, так сказать, следы времени Никакой реставрации, скрытых дефектов и всего такого нет Внимательно смотрите на фотографию Так пишет продавец За такой нечастой монеткой сидело 65 человек И сделали они 57 заветных ставочек И в итоге с виду обычные 3 копейки проданы за 10 226 гривен Это у нас 364 доллара на сегодня Или 23 473 рубля Вот так нежданчик И вот такое вот продают люди Понимаю, и кто-то скажет, чего оно такое? Что это за запчасть от Саги техники? Это в принципе не может стоить денег Что здесь ценного? Какая красота? А это, друзья, оказалось гарда от меча Периода Киевской Руси Вот так вот Материал железа, состояние, смотрите по фотографиям Никакой реставрации не было Нашел, помыл, просушил и продаю За таким подарком судьбы следило больше 20 человек И сделали они 89 ставочек И в итоге такая находка, невзрачная на первый взгляд, продана За 14 453 гривны Это у нас 514 долларов Или 33 181 рубль Вот так кому-то повезло Смотрите, какая интересная находка И нет, это никакая не ручка от кастрюльки Как может показаться на первый взгляд Это браслет из серебра 17 века Балканы Так свой лот назвал продавец Материал, как вы уже поняли, серебро Состояние, смотрите по фотографии Никакой реставрации, скрытых дефектов И всего такого нет Вот так вот и был найден Просто помык водой Также продавец уточнил Браслет серебряный Болгария, 17 век Видны остатки позолоты И остатки эмалей Подобный тип браслета Относится к Чеприковской ювелирной школе Описан в книге Ивана Сатирова Чеприковская золотарская школа София 1984 года О, как подготовился продавец За таким лотом следило всего лишь 2 человека И под конец торгов Кто-то делал одну заветную ставочку И такой браслет продан ровно за 20 тысяч гривен Это у нас 711 долларов Или 45913 рублей А вот чердачная находка У нас старая-старая книга Смотрите, прям вот веет времени Материал, бумага Но это справедливо Состояние было хорошо видно на фотографиях Ничего не делал, так как не умеют В руках держать страшно За такой старой книгой следило 14 любителей Почитать И сделали они 46 ставочек И на первый вид ненужная книга была продана за 6 787 гривен Это у нас на сегодня 241 доллар Или 15 580 рублей А могла бы пойти просто на мусор И вот так вот есть люди зарабатывают деньги Они ищут редкие штампы в советских монетах У нас 1 копейка 1963 года Но это не простая монетка Здесь штамп 131B Материал сплав Состояние по фото Вот на этих фотографиях Нужная монетка у нас справа По монете хорошо видно, что она из обихода Есть следы потертости, коцанки и все такое За такой монетой следило 38 человек И сделали они 21 ставочку И вот такая вот 1 копеечка с виду обычная Была продана за 3568 гривен Это у нас 127 долларов Или 8191 рубль И вот такое вот находят люди Это просто взрыв мозга У нас элементы кемерийской конкой с бруем 8-7 столетия до нашей эры Вот это старина Вот это предметов Просто не представляю Сколько это люди копали Материал медный сплав И аллогонистая бронза Состояние оценивайте по фотографиям А оценивать есть Что реставрации никакой не проводил Все просто помыто водой Но продавец заметил Что тут так сказать Два комплекта вместе Продается не для вывоза С территории Украины И опять же уточнил Если не продастся Или будет не выкуп То он больше переставлять не будет Будет лежать до лучших времен За таким можно сказать Древним кладом следило Больше 140 человек И под конец торгов Все таки кто-то сделал Одну заветную ставочку И такой мегалот был продан За 150 тысяч гривен Это у нас на сегодня 5339 долларов Или 344 352 рубля Ого-го И вот так вот везет людям Смотрите какая красота У нас бронзовый топор 16-14 век до нашей эры Материал бронзовый сплав Да вот это вот сверху Это зеленая красивая патина Она так сказать уже часть истории Этого топора Если ее снять То все больше чем полцены Вы убили Никогда так не делайте Продавец уточнил вес 298,2 грамма Размер 202 миллиметра На 82 миллиметра Регион находки Черниговская область За таким раритетом Судило 96 человек И кто-то созрел Под конец И сделал одну ставочку И такой лот был продан За 49 991 гривну Это у нас 1779 долларов Или 114 781 рубль Но замечу Очень похожий топор Был продан в 2016 году Вот этот вот За 2314 долларов Согласитесь Похоже да Но увы и доллар Тогда был не тот Давайте посмотрим А сколько же стоит Настоящий клад У нас клад монет 1600-1660 годов Материал Медь И низкопробное серебро Так пишет продавец Уточняет Большинство монет В хорошем состоянии Но они просто Окислены Их надо правильно чистить А я не чистил Просто помыл водой Просушил И продаю Продавец добавил Что нашел клад В керамическом горшке Общий вес Был 2 килограмма 600 грамм Приблизительно Там 4300 монет А почему приблизительно Да потому что Монетки маленькие И очень много Залипу Посчитать Не представляется Возможным За таким горшком Монет Слило всего лишь 16 человек И сделали Они 15 ставочек И в итоге Такой клад Был продан За 18898 гривен Это у нас На сегодня 672 доллара Или 43 383 рубля И вот Смотрите Чердачная находка Кому на что Похоже Правильно Это сани детские 19 век Так сказать В русском стиле Материал Кованая сталь Дерево Бархат И краска Но это справедливо Состояние Смотрите на фотографиях Но видно хорошо Что нуждаются Так сказать В ремонте Но продавец Заметил Что очень крепкие Избитые Избитые Просто все Так сказать Карбон Ничего Никуда Не отваливается Никакой реставрации Лично он не проводил Вот продает Точно так Как они выглядят На фотографиях За такими санками Следило 229 любителей Покататься И сделали Они 79 ставочек И в итоге Цена достигла 320 долларов Но увы Лот так и не был продан Потому что В нем была Установлена Резервная цена И продавцу Показалось Маловато Значит будет Переставление И вот Смотрите Опять Какой подарок Судьбы Это наверное За то что Человек хороший У нас Привеска Скандинавского Типа Киевской Руси Так свой лот Назвал продавец Материал Бронза Состояние Смотрите По фотографам Никакой реставрации Всего такого Нет Нашел Помыл И продаю Продавец Поставил Находку На обсуждение Это было На аукционе Биолиты Где ему Правильно Ее определили Поздравляли С находкой И все такое И как бы Между прочим Спросили А не скажете Регион Находки Продавец Ответил Черниговская Область И вот честно Я подумал Сколько смотрю Вот такие Обзоры Все такое Находят Черниговской Области Вот где Копать надо За такой Красотой Следило Больше 300 человек И сделали Они 79 ставочек И в итоге Такой вот Лот продан За 17149 Гривен Это у нас 610 долларов Или 39368 Рублей Смотрите Чего Выкопал Человек В лесу А это Оказалось Два сейфа Да Да Два Настоящих Почтовых Сейфа А внутри Были Печати И много Интересного Материал Разный Но это Справедливо Ничего Не чистил Просто Помыл Никакой Реставрации Понятно Что Не делал Также Продавец Уточнил Что это Утварь Почтового Отделения А именно Печати Штампы Кламбиратор Деньги Открытки Бланки Документы И ключи От двух Сейфов Кто Такой Один Человек И сделали Они 17 Ставочек И такие Вот Два Сейфа Проданы За 15 Тысяч Гривен Это У нас 533 Доллара Или 33 435 Рублей И вот Такую Вот Монетку Нашел Человек На месте Старого Дома Если Сидеть На Диване То Вы Такого Никогда Не Найдете 20 Копеек 1931 Года Что Ценного В этой Монете Кто Не знает Именно Вот И все Такое Ну В общем Монетка В очень Прекрасном Состоянии Как для Такого Года Монета Ничем Не чистилась Никакой Химии Просто Помыта Водой От Грязи И Продавец Опять Уточнил Что Это Его Личная Находка В подлинности Он 100% Уверен Конечно Эксперты Сказали Да Монетка Настоящая Все Можно Продавать За Таким Лотом Сидело Почти 400 Человек И Сделали Они 48 Ставочек И В итоге Монетка Продана За 24 50 Гривен Это У нас 856 Долларов Или 55 211 Рублей Вот Это Да Продавал Человек И Вот Такую Вот Картину Под Нью Пришла Понимаю Некоторые Люди Сказали Димон Ты Чего А ну Возьми Смотри Это Все Да Легко Любой Каприз Оп И Нежданчик Правда Материал Холст Акриловые Краски Италия И подрамник Дерево Состояние Новое Размер 75 На 45 Сантиметров Я так понимаю По названию Если пришла Значит Это Гости И Опять же Понимаю Что Не Те Гости Ко Мне В гости Ходят Вот Какая Такая Тастология За Таким Лотом Слило 85 Любителей Таких Гостей И Сделали Они 72 Ставочки И 1115 Рублей И Последний Лот На Сегодня По Традиции Фигурка Вот Такой Вот Красивой Девушки У Нас Эротика Клеймор Бронза Европа Так Свой Лот Назвал Продавец Материал Как Вы Уже Поняли Бронза С Красивой Патиной На Красивых Формах Понимаю И Кто-то Спросит А Чего Девушка Делает Так А Смотрите Она Говорит Димон 5мм Также Имеется Клеймо И Подпись Мастера За Такой Красотой Сидело 60 Любителей Пообниматься Можно Сказать Что Девушка Хочет Пообниматься И Сделали Они 53 Ставочки И В итоге Такая Статуэтка Продана За 2210 Гривен Это У нас 78 Долларов Или 5073 Рубля Друзья Возникнут Вопросы Пожелания Замечания Пишите Все Обсудим До